Война началась, когда Павлу Богоявленских было 18. В декабре 41-го он закончил курсы радиотелеграфистов. Потом с полком «Катюш» отправился воевать по дорогам Великой Отечественной. Новороссийск, Керчь, Северный Кавказ. Всю войну он был радистом. И до сих пор у Павла Александровича осталась привычка постукивать по столу. Рука помнит азбуку Морзе. О Сталинградском сражении Павел Александрович знает почти все. У него много книг на эту тему. Несколько лет назад приобрел карту. И отдельные эпизоды бои, участником которых он был, помнит довольно подробно. Полку было приказано дать залп. Наш полк насчитывал 24 боевых установки. Каждая установка имела 16 снарядов. И вот приходит время. Даем залп. С направляющих установок вылетает 324 снаряда. Это огненные стрелы. Они ложатся на площади 100 гектаров. Рвутся одновременно. Это наводит страх, ужас, панику противника. Вместе с этим, тогда, когда кончился этот бой, а он длился 3 часа, перед нашими позициями оказалось 24 сожженных танка и 8 танков подбитых. После Сталинграда Багаевленских воевал под Ленинградом в Эстонии. Потом к концу войны закончил училище. Позже – военную академию имени Ленина. Служил в Германии при Карпатье. Павел Александрович – участник парада победы на Красной площади 9 мая 1945 года. И юбилейного парада в 1995 году. Когда Павел Александрович смотрит новости по телевизору, то легко связывает прошлое и настоящее. Гитлер вот тогда, когда наступал пойти на Кавказ, он хотел овладеть за Кавказом и дальше пробегаться на Ближний Восток. На Ближнем Востоке ему нужна была нефть Ирана, стремясь к мирному господству. После этого он хотел пойти на Индию. Как ему в тот период, в 1941 году, нужна была нефть, так и сейчас американцам нужна нефть. Сейчас Павел Александрович готовится встретить 80-летний юбилей. Он считает, что жизнь удалась. Его жена Таисия Акимовна говорит, «Я прожила с мужем счастливую жизнь. 53 года пролетели как один день. И черными из них были только те, когда Павел Александрович лежал в больнице». Наталья Соболева, Станислав Филатов. Для программы новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!